Свидетели по делу Евгения Урлашова начнут выступать в суде 1 декабря. Вызывать намереваются по 4 человека. Ранее было известно, что только со стороны защиты планируют допросить более 100 человек. Сегодня заседание после перерыва было возобновлено в открытом режиме. Суд продолжил исследовать материалы дела. Напомню, удалить на время прессу просил адвокат потерпевшего Сергея Шмелева. И это было связано с тем, что в судебном заседании исследовались аудио и видеозаписи. А сегодня суд изучал печатные документы. Это договоры, которые приложены к уголовному делу и тексты фоноскопических экспертиз. Добавлю, Евгения Урлашова и его помощника Дмитрия Донского обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Урлашов также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Алексей Лопатин попал за решетку по обвинению в посредничестве перепридачи взятки. Подсудимую вину не признают. С сегодняшнего дня у нас открытое судебное заседание и мы продолжаем исследование письменных материалов дела. Значит, во вчерашней процессе у нас было исследовано 12 томов. Это изъяты в ходе следственных действий документации, касающиеся проведения аукционов соответствующих, как на первое полугодие 2013 года, так и на второе полугодие 2013 и 2014 года. Ну, вот тех самых, так сказать, краеугольных аукционов, вокруг которых все переговоры и шли.